Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий жизни духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Рената Булхаиров, и далее коротко о самом главном. Сохранить исторический вид и внедрить современную инженерную защиту. Какие мосты окрепнут и преобразятся в Тобольске? Мастера красоты снова в деле, а табыляки в долгожданной очереди на стрижку. Путешествия и поездки запрещены всем, кроме тех, кого зовет долг. Весенний призыв по плану. Те табыляки, которые находятся в группе риска, конечно же, остаются в режиме обязательной самоизоляции. Но остальные табыляки выходят на прогулки. Теперь, кстати говоря, можно гулять подвое, конечно же, с соблюдением дистанции. Тем более, что появилось время и есть куда спешить. Навести красоту с удовольствием торопятся практически все. После долгого перерыва, наконец-то, открылись салоны красоты, парикмахерские магазины непродовольственных товаров. Долгожданное снятие ограничений относится только к тем, кто не находится в торговых центрах. Как предприниматели переживают этот далеко непростой период? Все ли переживут этот кризис? И чему этот самый кризис в коронавирус научил предпринимателей? Сегодня узнаем у Константина Константинова, председателя Тобольского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». А пока топ-5 событий этой недели. Дорожные строители Тобольска начали приводить в порядок русло реки Абрамки и ее мосты. Проект рассчитан на два года. Общий объем финансирования – около 300 миллионов рублей. Для того, чтобы сохранить эту историческую часть, испещренную природными водоемами, от потопления и затопления администрации и города, разработан проект по инженерной защите. Мост разберут почти полностью, оставят только сваи и укрепят девятью новыми конструкциями. Строители обещают, что новый проект как нельзя лучше впишется в ландшафт исторической части города. В связи с введением масочного режима льготная категория граждан получает маски бесплатно. Заявки выполняют социальные работники и волонтеры. По заявкам на горячую линию оперативного штаба, средства индивидуальной защиты доставляют на дом. Право на получение масок имеют граждане пожилого возраста, малообеспеченные, одинокопроживающие, инвалиды и малоимущие семьи с детьми. В Тобольске стартовал конкурс муниципальных грантов. В нем могут принять участие общественные организации, имеющие статус юридического лица и зарегистрированные на территории города. Два миллиона рублей выделены из бюджета на поддержку народных инициатив. Определено 20 приоритетных направлений. Среди них проекты в сфере благоустройства, экологии, защиты животных, а также в сфере образования и молодежной политики. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 25 мая до 25 июня. До 15 июля продлится призывная кампания «Вооруженные силы России». Из Тобольска выполнить свой гражданский долг направят 140 человек. В этот призыв увеличилось число кандидатов в президентский полк. В этом году отобрано 4 человека. Призывной пункт в период пандемии работает с учетом всех санитарно-гигиенических норм. Сейчас, чтобы не создавать скученности, на комиссию приглашают не более 20 человек. Более 160 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Тобольске. Контролирует эту работу глава города Максим Афанасьев. Уже к февралю текущего года, несмотря на связанный с пандемией перерыв, удалось по всем объектам провести конкурсные процедуры, найти подрядные организации и заключить контракты. На текущий момент выполнено 23% работ от годового плана. Дорогие друзья, мы с вами возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Это возобновление деятельности парикмахерских и других сфер оказания услуг, в том числе и торговли. И сегодня у нас в гостях председатель Тобольского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Константин Юрьевич Константинов. Константин, я вас приветствую в нашей сегодняшней студии. Давайте посмотрим, как проходят первые рабочие дни и после этого немножечко побеседуем. Давайте. Звонки в эту парикмахерскую поступают без остановки. После длительного перерыва желающих подстричься крайне много. В период самоизоляции парикмахеры консультировали своих клиентов по телефону и терпеливо ждали встречи. И хотя сложности были, но благодаря государственной поддержке парикмахеры смогли продержаться долгое время без работы. Государственную компенсацию 12-130 я получила 15-го числа на каждого работника. Я бы хотела поблагодарить нашего арендодателя, Жакова Андрея Геннадьевича, потому что в период, когда мы не работали, арендную плату он с нас не брал, за что ему огромное-преогромное спасибо. Теперь рабочий день парикмахерской начинается с уборки. Все поверхности обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. Сотрудникам уже закупили маски, перчатки и другие средства защиты. В связи с коронавирусом введены и новшества, такие как мы будем работать в одноразовых калатах, шапочках, венюарах, если есть необходимость. И все это будет как бы меняться после каждого клиента. Установлен прибор для очистки воздуха, закуплены антисептики для обработки рук клиентов. Вводятся и запреты. Например, в салоне теперь нельзя принимать пищу или напитки как сотрудникам, так и посетителям. С 18 мая заработали непродовольственные магазины. В них тоже введены новые санитарные нормы от Роспотребнадзора. Вход для посетителей только в маски, антисептики, регулярная обработка поручни корзинок и тележек. В Тобольске к работе приступили лишь те парикмахерские непродовольственные магазины, которые не находятся в торговых центрах. Ограничительные меры будут послабляться поэтапно. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев, Тобольское время. Отлично. Скажите, пожалуйста, все ли, кому разрешили на сегодняшний день возобновить свою деятельность, открыться, они к этому готовы? Ну, я бы сказал, они не просто готовы. Они ждут этого с нетерпением, с нетерпением, потому что для многих предпринимателей это единственный заработок. Конечно, то время, которое они провели дома, самоизоляция, это сказывается на финансовом состоянии, поэтому, конечно, готовы и хотят работать. Ну, а как себя чувствуют коллеги по цеху? Как они пережили этот период? Что делали? Думали о будущем? Может быть, у кого-то, наоборот, сейчас настроение очень упадническое? Ну, на самом деле, я бы, да, поделил, может быть, предпринимателей на две части. Да, однозначно, есть предприниматели, которые скептически относятся, да, они переживают упаднические настроения, потому что кто-то уже закрылся, кто-то думает о том, что будет закрываться. Но есть и предприниматели, которые оптимисты, настоящие предприниматели, которые это время, на самом деле, посвятили тому, чтобы пересмотреть, как мы в будущем будем работать. Потому что то, что случилось, кризис, он не первый, но такой кризис на самом деле, наверное, сложный первый раз. И то предпринимательство, которое будет в будущем, оно однозначно будет работать по другим правилам. Поэтому многие предприниматели, знакомые в том числе и в опоре России, пересматривают свой вид деятельности, как они будут работать в будущем. Мы знаем о пакете мер поддержки по России, по нашему региону, что конкретно делается в Тобольске. Может быть, какую-то поддержку оказывает и ваша организация, опора России? Я бы, наверное, поговорил здесь в контексте не о том, какие меры поддержки вообще, а те, которые реально сейчас работают. На самом деле пакетов мер поддержки уже много и разрабатываются новые, но те, которые реально работают, вот что волнует предпринимателей. Сейчас такая живая тема – это субсидии для предпринимателей, которые получают на заработную плату работников. Многие уже начали получать, но, к сожалению, многие и не могут получить, потому что есть проблема с АКВЭДами. Это проблема известная сейчас. Давайте расшифруем для наших зрителей АКВЭДы – это разрешенные виды деятельности организации. И те организации, которые попали в перечень наиболее пострадавших, они без проблем получают эти субсидии. Но есть те организации, у которых АКВЭД основной, он не попал, но есть дополнительные АКВЭДы. И предприниматели, которые работали раньше, никогда не сталкивались с тем, что АКВЭД должен обязательно соответствовать тому-то. То есть не было такой проблематики постановки задач. Поэтому многие сейчас с этой проблемой столкнулись и не могут получить субсидию банально, потому что у них АКВЭД, по которому они работают, он не основной. Ну а перспектива получения? Есть. Многие запросы уже написаны и на региональном, и на федеральном уровне. Эта проблема рассматривается, и мы будем надеяться, что она решится в положительную сторону. А насколько активно таблики, я имею в виду, организации, предприятия пользуются мерами поддержки, обращаются в опору России, например? Очень активно, если они действуют. Опять-таки возвращаясь к тому, что какие меры поддержки есть? Многие предприниматели, которые на ЕНВД уже воспользовались мерой поддержки того, что намного снижена ставка. ЕНВД – это единый налог на вмененный доход. Доход, да. Поэтому для кого-то это колоссальная поддержка, и такие предприниматели есть. Поэтому есть как не совсем лесные отзывы о том, что налоговые ставки снижены, и этого недостаточно. Есть отзывы очень положительные предприниматели, которым достаточно этой меры поддержки, и они благодарны, что правительство предоставило такую меру поддержки. Ну а заработную плату сохранили? – Заработную плату, конечно, сохранили на минимальном уровне. – Предполагаю, скорее всего это соответствует действительности. У большинства предпринимателей наверняка есть арендуемые площади для организации своей деятельности. Вот есть ли у вас информация о том, насколько арендодатели отнеслись лояльно к своим арендаторам в этой непростой ситуации? Как вообще блюдут этот баланс? Кто-то, может быть, пошел на какие-то уступки, на послабление, на полную аренду, на полную отмену арендной платы? – Нужно отметить, что наши руководители торговых центров практически все отнеслись с пониманием, и многие сделали послабление уже сейчас, и ищут индивидуально с каждым своим арендатором скидки и меры возможности решения снижения арендной ставки. – Хорошо, а как будут поддержаны торговые центры? – Да, вот буквально недавно вышло постановление о мерах поддержки арендодателей, тех арендодателей, которые проявили лояльность к своим арендаторам. – Да, Константин, скажите, пожалуйста, как обстоит вопрос с кредитами для предпринимателей? В частности, у вас есть ли какие-то послабления, переносы, отмены, рассрочки, ну и так далее? – Вообще, на болейший вопрос, прям кредиты, наверное, у многих предпринимателей есть, это табольная тема, с которой предприниматели столкнулись, кризис однозначно есть у меня, еще у многих. – Многие банки идут навстречу, на самом деле, сейчас. – Персональный банк пошли? – Часть банков – да. У меня кредиты в нескольких банках, поэтому часть банков очень быстро отреагировали на ситуацию, которая у нас случилась, предоставили отсрочку на 3-6 месяцев. Есть банки, у которых, к сожалению, не разработаны инструменты, не разработаны до сих пор инструменты поддержки предпринимателей, и это… – Это пока? – Пока. Это пока. Потому что, связываясь с банками, конечно, они говорят, мы понимаем ситуацию, разрабатываем меры поддержки пакеты, но пока не разработаны, но будут. – Какие отрасли на сегодняшний день наиболее пострадали, то, что касается города Табольска? – Ну, они известны, в принципе, да. То есть, это сразу же нужно говорить про направление. Туристическая область, гостиничный бизнес. Это однозначно общий ПИД. – Если говорить про отрасль туристическую, то здесь, наверное, вообще все сложно. Многие предприятия уже закрылись, да. Как это будет, как они будут работать? Многие предприятия туристической отрасли, они ищут другие варианты работы уже в интернете. – Наша беседа близится к завершению. Во-первых, большое спасибо, что вы делили в это непростое время промежутки для нас. Пожелайте что-нибудь. Понятно, что, возможно, многие предприниматели и не откроют после выхода из режима самоизоляции свои организации, свои предприятия. Кто-то, наоборот, нашел для себя новые возможности. Пожелайте, пожалуйста, и тем, и другим что-нибудь хорошее и позитивное. – Не нужно останавливаться, нужно сделать выводы и идти искать себя в новой нише. Потому что кризис, возможно, он случился и, возможно, будет новый. Сейчас самое главное вывод сделать всем предпринимателям, что нужно работать по-новому, обеспечивать себя максимально подушкой безопасности и минимально брать кредиты. Потому что основное, с чем мы столкнулись, это аренда и кредиты. Спасибо за позитивную беседу. Я надеюсь, что предприниматели города Тобольска в том числе услышали, а самое главное, правильно поняли ваш посыл. Я напоминаю, что в гостях у Тобольской панорамы сегодня был Константин Константинов, председатель Тобольского отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Спасибо, что пришли. Спасибо. На этой неделе Тобольск отпраздновал юбилей театрального дела в Сибири. В духовной столице ровно 315 лет назад зародился театр. Подробности в нашем следующем материале. Сегодня нищий, завтра принц, да не простой, а датский. Ну знаю, день придет такой. Я веры не теряю. Возьму, на все махну рукой и сам себя сыграю. Сегодня артисты чаще играют сами себя, но все больше скучают по своей сцене и зрителю. Здесь, на этой площади, под открытым небом, начинался Сибирский театр. Первые упоминания о нем в летописи появились в 1705 году. Представление устраивали студенты Тобольской духовной семинарии по распоряжению сибирского митрополита Филофея Лещинского. Позже в Тобольске появился уже профессиональный театр. Теремок был построен без единого гвоздя в 1899 году на частные пожертвования. А в 1990 году здание народной аудитории сгорело, но театр продолжил жить. Сегодня на счету Тобольского драматического более тысячи спектаклей. Артисты гастролируют по разным сценам страны и принимают в своих стенах лучших. А поздравления с большим юбилеем летят со всех уголков страны. Мне очень приятно поздравить театр, который живет, дышит и празднует. И, конечно же, надеяться на лучшее. У вас замечательная труппа, замечательный город. Я вас люблю, скучаю по вам и надеюсь, что все-таки это все пройдет. И мы снова с вами увидимся и сделаем что-нибудь очень классное вместе. Менялись артисты, репертуар, стены и площадки. Но всегда театр – классика в ногу со временем. Каждый раз, выходя на сцену, актеры вновь проживают эту маленькую жизнь, отражая зрительный зал. Сегодня театр отмечают юбилей на интернет-площадках. Но настоящим праздником для актеров станет тот день, когда они вновь услышат живые аплодисменты. А зритель ждет, когда снова сможет оказаться в партере и увидеть на сцене свое отражение. Анастасия Плюснина, Рустам Рузеев, Тобольское время. Итак, по возможности. Оставайтесь, пожалуйста, дома. А мы, в свою очередь, расскажем о том, какие события происходят на нашей сибирской земле ровно через неделю. С вами был Ренат Булхаиров. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова